у меня все звуки на скайпе выключены слава привет привет виталий я тут очки что-то плохо тебя слышно ничего себе такого быть не может у меня микрофон хорошо привет раз что позвонил да спасибо это слава сразу такое волнение пошло это слав помнишь можешь вы насчет жени стуны про туннели разговаривали в швейцарии который 1 июня открылся да да я вспомнил без с белым алтайским монахом и так он женя ты его как называл о блин аж сразу вылетела из головы ты его эти назвал она делает экстрасенсом да да это уже не говорил там это есть мне понравилось очень когда он говорил что можно выходить как тренироваться тренировки создал чтобы как на астральном уровне фух лучше бы он это не говорил бы почему потому что у меня сейчас письма часто приходит такого характера причем никто не знает как с ним связаться начали когда же не писал ролик я с ним я давай я выложу ты вещи интересные рассказываешь а он мы живем такое время я боюсь за свою жизнь не надо выкладывать ну я переубедил его что нужно все нужно выложить но он потом как бы пошло и даже интересней он когда увидел что все нормально он на своем канале переиздал этот ролик уже переозвучил его поэтому у тебя нету возможности ему написать там и так далее не а я искал в интернете вот искал искал как-то может где-то чё-то вообще никак не могу ничего найти про него поэтому я думал тебя то не стоит по пустякам тревожить искал искал и как говорится это думал где как чего может и муж как-нибудь таща ща то не накатают с ним связаться на самом деле очень просто я сейчас просто зайду в контакт найду его в друзьях так друзья сейчас три секунды я вообще как бы это все дело интересно но как бы но это мое субъективное мнение когда у меня спрашивают за вот эти развития практики я говорю в идеале конечно лучше не трогать вообще ничего а если вы и трогаете то вы должны это трогать я просто скажу как обычно банально для того чтобы не для себя это для кого-то было тогда у вас ну да на благо на благо на благо исключительно на благо потому что люди если на себя ты уже как получается как паразитируешь то есть для себя все делаешь не для блага человечество на себя идешь не нормально нормально да если в тему тогда по теме просто вот я тоже так логически подумал думал действительно люди думаю ну чё чё сейчас ерундой заниматься вот это кто чё ест как чё за себя тут мы все как говорится уходимся да уходим под ног и они вот ну да на на титанике устроили пир да 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 вот вот ты тоже я тоже так подумал как ты сказал потом так вечером спать у меня просто времени нету я работаю две смены у меня дети я вот домой прихожу с работы пришел сразу в youtube залажу что-то есть от тебя нету скачиваю и потом уже как говорится когда дети уснут в тишине все уже это все прокручиваю и думаю да действительно какого сейчас вегетарианство этим заниматься когда мы в оккупации находимся лучше думать как с этого спрыгнуть как это скинуть себя а тут люди уже как делится второстепенными вещами занимаются ну я вообще версию выдвигаю пока не настаиваю что это абсолютно истина но мне кажется это вегетарианство наши захватчики внедряют наши умы так как они буквально смысле нами питаются им очень неприятно есть пища которая прокуренная которая алкоголем там про просмажена поэтому надо это чтобы люди чисто овощами кстати в великую отечественную войну как я слышал края муха не знаю опять достоверно лет были специальные концлагеря где заключенных кормили специально овощами а потом после второй мировой войны очень много появилось консерв на которых была написана там тушенка или свинина на самом деле человечина там было вот вот такая грустная слава я вот эту информацию тоже да 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 кормить и вот здесь как раз его смотрел туннель у меня на работе есть пару немцев которые интересуются вот это все вроде как осознают что вроде как в оккупации мир захвачен мировое правительство но много еще не понимает ну что вы никак по немецкому не тут скудная информация вообще идет мало очень информации я начинаю вот говорить вот про твои ролики что я там там рассказы да понимают понимают вроде да как где виталия посмотреть где это можно это чтобы то что я как говорится у меня по-немецки хотя и живу здесь уже 14 лет оба знаешь особо так по-немецки только разговариваю на работе так-то в основном друзья русские здесь по-русски все и как у меня словарного запаса не хватает самая основной аспект на котором я говорю на любых языках попробуйте давить многие слышали сотовая земля и любому человеку задай сотовая земля он не может однозначно сказать что такое но не любому но большинству слышали я всегда говорю в упрощенной форме вы говорите так за антарктическим кругом находится абсолютно новые земли которые также находятся в антарктическом круге за которым также находятся новые земли и так это мириады этих земель то есть так уже люди проще воспринимать когда слышат словосочетание сотовая земля люди в голове рисуют какие-то картины а когда вот такое простое что я на полном серьезе говорю что можно поплыть поехать полететь и это все увидеть своими глазами материально то есть предполагают люди что я говорю это какой-то в четвертом измерении пятом или в десятом ничего подобного этом нашем физическом мире все можно увидеть как говорится и услышать и понюхать и пощупать вот это как бы давить и вот когда вот это если предположительно ты этого не произносил им предполагаю нет наверно да нет я в основном это твои твои фотографии показывал тебе земля сотова как заставка у тебя идет ну как и на пальцах просто объясняю вот смотри это наша сота там другая сота есть ходы и выходы а это правильно правильно так правильно да так в принципе ну друзья у меня как вроде вот некоторые один есть у меня слушает сергей другие вообще как смеются фантастика вы запарили какая фантастика посмотри реально сам просто оба все равно как я не сдаюсь я пытаюсь достучаться есть у него друг сергей тоже еще один сергей она сегодня даже вечером встречусь всем вот я еще вот когда от левашова начал это до левашова в двух словах не большое дело сделал если бы не было николая как викторович если не ошибаюсь мне бы было бы тяжело бы достучаться он мне просто как ледокол просто пробил вот это я теперь просто в этой протали не спокойно иду и меня слышат гораздо больше людей если бы не он конечно мне было очень тяжело да я слушаю и это слав вот когда на левашова первый раз я столкнулся много лет я вот не знаю две тысячи примерно шестом седьмого сейчас врат не буду ну неважно и это я говорю у меня как мир перевернулся знаешь как будто во мне что-то перевернулось хотя до этого у меня все увлекался документальные фильмы история много да в интернете лазят все мне почему-то это интересно мне интересно там фильмы боевики где-то мне всего документально вот именно что действительно происходит данный момент или что происходило и тут раз на левашова нарвался игру меня что-то как-то перевернула потом когда для вашего не стало как-то дым-сюдым работа замотался обычно ролики смотрел вот что я пару лет как-то я не знаю сам как-то отошел от этого или меня от этого как-то знаешь на второй план все ушло и вот это вот продолжалось пока вот я вот на твой ролик нарвался вот твой ролик нарвался и опять как будто знаешь как будто по новой да и у меня вот сейчас все больше и больше как это мне уже как говорится интересов как-то у меня единственный интерес был здесь в Германии на рыбалку ездить сделай этот ангельшайн на рыбу чтобы ловить эту рыбалку как-то рыбалка знаешь уже сейчас и года два как-то потом дошло но я не рыбак я более может неправильно скажу но я некоторых вопросов очень практичный жалко тратить время ну а мне как-то вот первая мысль что мне пришла думаю блин зачем убивать сущность если тебе и так есть что покушать конечно и мне как-то вот с этой мыслью да как-то на второй план все это и вообще дошло а сейчас вот твои ролики вот столкнулся ну сколько два-три месяца назад вот начал и все и у меня как по новой закрутили знаешь уже все и теперь я говорю домой прихожу первым делом с работы че еще че у тебя сегодня нового там че ты выкинул просто да многие говоришь вот смотри друзьям вот посмотри это вот посмотри это да ну окей они не понимают просто вот а вот как ты правильно говоришь ты много лекций читал много лет много смотрел всяких вот я так же да ну конечно не столько много лет как ты а я много уже чего посмотрел чем нужного и ненужного да и как вот идет информация просто тебя да я уже как по своему собственному опыту ага это там я слышал это там и как-то ты можешь уже домино составлять получается картинка влазь а вот это вот чего друзей это плохо до чего достучаться не могу что-нибудь говоришь откуда ты это кто это придумал я говорю ну блин ну как ну это же все есть ну почитай ну просто тебе это непонятно потому что ты это 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 не смотрел обозначь как то вот все думаю блин как 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 нибудь можешь просто просто как как то есть может какая нибудь простая структура или не структуру простой ход чтобы как-нибудь долбить вот попробую сегодня как ты говоришь что есть там земля тут земля да попробуй сегодня можешь это должно быть это у некоторых щелкнуть щелчок должен произойти при этом я говорю когда я вот услышала тебя пройдут сотовую землю да вот я не знаю мне не надо было никакие доказательства знаешь спасибо у меня как-то это в голове все начало как эта мозаика слаживаться потом когда ты еще произнес первый раз я тебя слышал что ты от левашова да позитивно еще отзывайся потому что многие говорили там вообще там про него да да нам это не то ну это конечно знаешь у каждого людей свои я не обижался ничего а вот для меня как он ну как можно сказать авторитет да был человек левашов да любой человек и левашов я мы можем допускать ошибки по мелочам фундаментально фундаментально это это самое важное то есть понятно что мы не совершенны и и так и он и я мы как говорится по мере он по мере своих сил старался я по мере своих я слишком поздно про него узнал уже полгода его не было вот парадокс но и говорят это ученик левашова но самое интересное что я только узнал когда его уже полгода не было в нашей соде и а когда я ним узнал у меня резко появилось желание связаться с единственной целью рассказать про сотовую землю вот это но было уже слишком поздно теперь он и так до один раз да теперь он и так это знает прекрасно вот это у меня постоянная дилемма это я буду больше скру понимаешь что тут очень опасная тема если он знал тогда его темные сильно переформатировали и он это не сказал то есть что должны были человеку пообещать чтобы он сохранил такую великую тайну ну так как он смерти не страшился скорее всего не стремился к тому матери материальным богатством хотя у него там был замок у него был замок замок для плезира которому для удовольствия плезир это для удовольствия которому он супа по сути и не жил то есть предположительно интуитивно я думаю он не знал что земля сотовая именно на тот момент вот я живу давно во первых я как бы из биографии знаю что он 18 лет прожил я часто ловил себя на мысли что я мог мимо рядом с ним проходить там метро или в центре города за 18 лет могли как-то пути это пересечь пересечь или пересечистись вот да я положительно конечно отзываю там много могу не согласиться с ним до щелкну ролик до рендере у меня вчера был эфир если все будет хорошо залью сейчас на его канал был юрий тимовский это тем studio канал был макс беляев его же одноименный канал и на канале ясен пень мы решали вопросы полиона я смотрел уже пару пара этих от ясен пенсии да это политического характера вот это сергей мне пожалуйста не не перебиваешь сергей тарасов да да вот говорил вот что то это темный как поманили к себе за гипнотизировали я использую слово гипнозу поддался а там смешно получилось я вообще в шоке вот насколько вот люди либо черная либо белая мы серега и когда последний раз один из последних разов первых с конца говорили я узнал у своего главного я забыл у фондами фамилию по моему богданов и есть котлеров сотовой землей сотовая земля это правда или нет и богданов ну видишь ли земля она в виде пузырей которых очень много я юкорный баба я говорю блин у тебя те же яйца только профиль говорю блин та же самое просто другими словами каждый человек да да он может говорит про одно и то же что и ты ну просто своими мыслями то на в принципе если логически подумать так она есть разница небольшая просто это выражается так и этот выражается так в принципе да но я еще всегда давлю на у меня и у меня железобетонный аргумент есть когда мне там злопыхатели в комментариях пишут что это эти знания где-то украл или взял формулировка у про это идиотизм понимание это если человек пришел в школу он учителей ворует знания потом ими пользуется да и я говорю что детально подробно никто не в состоянии за последние 200 лет именно полностью землю описать до крупицами на как это все там внутри снаружи сверху снизу да все было очень много и вот в интернете там появлялась ранее подобные темы вот но чтобы вот описать даже вот эти пузыри я потом даже этот ролик делал пытался объяснить что как раз то вот эти пузыри они как раз то находится в этих сотах самый убогий пример это лоток яиц или как ячейки говорят то есть вот эти как раз то пузыри находятся в сотах вот приблизительно точно так же а в этом а в этом пузыре есть желток вот это как раз то наша планета и так далее то есть ну жду сильных программистов жду от небесной канцелярии помощь плане чтобы нам как можно быстрее свели с теми людьми которые в 3d графики я смогу максимально все-таки показать именно полностью модель на нашей планеты а этого никто не может потому что все как бы предполагает или где-то слышали но точно не знают а я знаю по каким-то неизвестным причинам и а еще кто-то да кто-то скажет фантазия ну ничего себе рун тогда признайте мне гениальным писателем фантастом не хотите учетом признавать пускай буду фантаста хрень редки не слаще прихожу на работу буквально через день или два тут мне немец который там с боснии тоже как славянский да у него мать по славянскому языку разговаривать по своему похоже на русский он тоже вырос здесь видно что еще тем остался и вот и он мне дает видео говорит на посмотри по немецкому ты представляешь я думаю ну дай посмотрим мы так переписываемся в группе перекидываются они что-то находят там я им что-то скидывал если есть по-немецки что-нибудь и это тут он не скидывает про эти туннели оказывается бомбов бежишься у нас тут кассели рыли там три-четыре города они короче пунктируют там короче полностью вода солярка там короче очень большие там очень многие миллиарды аэропорт можешь ты слышал это в берлине аэропорт уже лет 10 стоит достроить не мог там один там короче уже миллиарды перед стоимость миллиарды ушла в три-четыре раза повысилась а его достроить все равно не могут потому что говорит там туннели вот эти под землей города трое все говорит туда уходит а спирает на этот на аэропорт и там вот в этом видео в ролике там она по-немецки правда идет и там женщина была она с литвы после войны кому как чуть-чуть себя описывала выросла туда-сюда ну неважно и она вот в этих всех проектах участвовала где они все рыли эти туннели и вот она как вроде как раком заболела сейчас как видео написала что не знаю доживу до конца года или нет уже до этого шестнадцатого что вот она хотела бы как поговорить что действительно туннели очень большие города очень большие эти и никто об этом не знает и она как душу излить хотела под конец то ли чё и вот короче написала и ссылку сделала что если кто-то что-то пишите вот этот немец гордия гордия писал туда-сюда но у них и насколько мне известно иногда они с такими чудесами сталкиваются ну как для них это чудеса парадокс этих строительств заключается в том что они иногда наталкиваются на древние очень города которые уже были подземные это такой головняк для дикта и за и метро строителям тяжело было очень когда натыкались это надо было все засекретить там вот до физического устранения потому что когда находят огромные своды арки которые просто филигранно выполнены там огромные мегалитические под землей и сооружения к сожалению многие метро строителей уходили в мир иной потому что видели то что не должны были видеть ну где людей нашли это там не не вода скорее всего а гелий какой-то же такой они вылезли сказали но то что я видишь и говорю это им еще повезло что психушку хотя неизвестно не дошло до него а сейчас он под видео выпускал что типа теперь я понимаю почему запрятали что никакой они крыша у них не поехала действительно не видели эти фрески там вырезы и на стенах это все что на огромной глубине да грубо говоря упрощенной форме если в нужном месте в харькове залезть то в ростов-на-дону можно спокойно пешком дайте и это не фантазии то есть даже кстати ролик ролики по этой теме да мне сегодня комментарий по понравился насмотрелся роликов и излагает даже и до допустить что я насмотрелся роликов хотя роликов я смотрел чтобы обогатить точнее и обогатить словарный запас и перевести все в нужную форму самое важное что все структурировать ведь пересмотреть все смотрят тысячи людей смотрят ролики и что дальше ну а главное это все хорошо скомпоновать и очень хорошо ингредиенты сложить что получился очень вкусный пирог как которого которого себя отщипают и наслаждается вот так сказать обалденным вкусом поэтому конечно ролики это это я живу решет где-то с 33 лет вот я только прекратил их смотреть именно тотально это полгода назад хотя сейчас немножко посмотрю ну благодаря компьютерным играм онлайном которых я висел по 14 по 16 часов я в это время слушал ролики всевозможные поэтому мне легко час ориентироваться если не задают вопросы скажите кто такой такой то вот за сидорова немножко грустно не знаю пойдет это в запись ты знаешь я по инерции всегда пишу и всегда задаю вопрос оставить ли твой голос там и так далее потому что в процессе беседы я надо могу выдавать такие какие-нибудь кульбиты которые просто не задумывался что я могу эти теме затрагивать да 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 вот поэтому вот говорю как-то это вообще игру я не знаю мне лично это столько много конечно как ты не смотрел но всегда много увлекался и сидорова и кунгурова и многих-многих остальных да вот после того шоу как у меня началось да вот это я его хотел книги читать и блин а у меня компьютер сломался как раз я когда начал эти вон и книги читать у меня это плата накрякнуло это и все и как-то у меня сын еще привлечился я раньше играл в этот контра страйк конечно конечно и это а вот тут сын родился и все из 3 лет привлечился со мной уже играть а потом я думаю не нет тебя надо убирать от этого компьютера а то для школы плохо как влияет на детей это плохо на психику стрелялки эти все и компьютер сломался я думаю ладно не будем делать пусть он а то думаю сейчас дело и он начнет опять стрелялки войти играть и так вроде компьютер не делал а сейчас все таки компьютер купить что на большом они творит то что я сейчас только в кэндике смотрю твои эти телефоне я понял да 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 а сейчас думаю чтобы книги но я только аудио вариант россия до кривых зеркалах еще что-то ну я иногда даже сейчас иногда слушаю лекции его крайне редко но стараюсь я не слушаю то что он говорит я прислушаюсь как я в одном ролике сказал что он излучал сознательно чистоту ну как радиоприемник на который я подключился и мне нужно потом время чтобы обработать эту информацию то есть как какие-то интересные найти для себя фигуры речи и опять же словарный запас обохотить чтобы легче доносить то есть я не получаю ничего нового я получаю нового в том плане что тысячи раз мой избитый пример давай с тобой покажем компьютер какому нибудь человеку который племени в бразилии живет и попросим его сказать что это такое он не скажет вот так и у меня ушло много лет на расшифровку той информации на подбор слов чтобы максимально правильно озвучить почему я лекции слушал чтобы местный язык выучить это когда я уже выучил его тогда уже было намного легче поэтому слушаю иногда левашова вопросик вот у меня сейчас ну вот в марте будет восемь лет как это просто в трех словах как ему это не понести все чтобы как с одной стороны не забивать голову правильное развитие пошел если у тебя есть пример ребенку восемь лет сказать истинное положение вещей да ну как я с одной стороны вроде и сказать а с другой стороны думаю что такие немецкой не ну я всегда пример левашова приводил как он по этому поводу сказал но я бы отточил его совет бы он как бы оригинально сейчас повторю попробую дословно сказать как он ролике сказал вы ребенку скажите что вы даете истинные знания а в школе вы учите знания те как благодаря которым можете понимать людей ну как устроены дети и взрослые конечно захочется эти знания рассказывать и потом будут насмешки но я правда отлично как просто может человек как определенный это как как бы всю жизнь это эти насмешки пока вот полгода назад не пришел и наконец-то успокоился когда я там с горшка людям рассказывал всякие вещи и надо мной улыбались вот но мне-то нормально было психика было видно как-то грамотно сделано устойчиво что я им в ответ тоже улыбался а основная масса людей могут закомплексовать расстроиться уйти в себя там огорчиться поэтому если уже додавать как левашов говорил надо как-то сказать еще более грамотнее что есть знания и которые желательно ну как это сказать ребенку есть великая тайна которая является истиной но ее люди людям лучше не не говорить да 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 если вырастешь я тебе потом более подробно все расскажу ну допустим с ним гуляли вот недавно была большая луна на той неделе или в понедельник вот я говорю сына это космический корабль типа это не планета но как ничего не говорит смотрит так про меня но прислушиваться ко мне так слушаем старожное аккуратно так пытаюсь со стороны маленько 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 просто мало ли что в школе там не начал среди немцев лапывать это а то начнут крутить виска ну это не ну по это пол беды у виска и самое слабое поэтому да как то не знаю я не сталкивался я надеюсь что я в жизни тоже это в при этой жизни стану отцом и будут дети которым как я говорю у меня спрошу дети есть я говорю у меня трое родных но ни одного била биологического но в основном только понимают женщины что я имею ввиду то есть это означало что я своей жизни встречал это барышню у которой ребенок был от брака я уже как бы он для меня становился родным не биологически но родной вот и как бы я вот сейчас вот думаю сам постоянно подбираю мозаику слов чтобы максимально убедить что это так и есть и максимально убедить что нежелательно распространяться и постоянно убеждать ребенка в том чтобы к людям с нисходительно относился жалел потому что они там маленькие и не понимают и еще не доросли но как-то надо слова постоянно подбирать чтобы не вышла высокомерие вот как определенную народность воспитывают специальные школы есть где эту народность внушают что вы бога избранные что вы пупы мира сего и у них же в глазах это читается вот эта надменность высокомерность а как я в одном ролике сказал если ты знал что твоих предков 200 лет назад из обезьяны в лаборатории сделали что дарвин был абсолютно прав что вы-то произошли от обезьяны а вы от человека то вы бы так бы так бы сильно это не выпендривались потому что единственное что я сыну пытаюсь сейчас более менее преподнести ему так говорю что вот это не делай пацаны из пацаны сам такой был в школе задирист да он такой маленько рослик такой по своим годам да кстати это постоянно но я по я по по своему как бы маленькому опыту помню что знания дойдут рано или поздно в зависимости от того насколько насколько часто взрослые их усваивают допустим когда я был маленький я все-таки вот папа мне говорил я на всю жизнь заучил фразу переходя через дорогу он каждый раз мне говорил сэкономишь секунду потеряешь жизнь на тот момент я как бы противился этому а сейчас уже стал взрослым то есть уже как бы все равно эти знания дошли осмысливаешь по-другому имеется ввиду что он постоянно это говорил и он добился своего результата то есть я подвожу к тому что ребенку надо ну не не назидательно а очень стараться в игривой форме то же самое это как у меня есть один друг немножко темы просто что-то я вспомнил у него там было это допустим 10 лет какая-то ситуация там он познакомился с барышни там в машине они очень близко познакомились и потом она мне эту историю каждый раз рассказывал в разных ракурсах то есть я знал что это одна история но он всегда заходил к этой истории с разного оборота и все время обыгрывал разные ситуации для чего этот пример привожу ребенку также надо одну и ту же один и тот же пирожок подавать под разным соусом сегодня под клубничным завтра под малиновым ну а начинка все равно будет одна и та же то есть не постоянно да-да отторжение не пошло есть просто да 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 отторжение может начать когда постоянно ни в коем случае ни в коем случае еще тогда это большая воспитание дай боги мне дадут возможность это воспитывать детей да даже если вы если даже даже не биологических очередной раз родные появятся вот то есть это 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 титанический труд просто люди не понимают что вот как есть не мной придумана поговорка не каждый воспитатель может стать родителем не каждый родитель может быть воспитателем это это очень ответственная миссия это если дети есть это это титанический труд это постоянно постоянно даже если не рядом думать вот ну видишь как на нас оккупанты переучили совсем другом направлении но благо что есть такие люди как ты виталий я очень рад глаза открывай она и нора знаешь приходит вроде как пришла так и ушла внимание не уделяешь а потом когда услышишь со стороны допустим вот от тебя допустим блин а я же тоже думал об этом оба как то знаешь вот она пришла и ушла как-то не задержалась а вот когда потом от тебя это слышишь тоже да действительно смотри ты как-то это все равно ты как-то просто для меня отличного твои ролики и разговор для меня как далеко воспринимается вот если у левашов он там много по научному да апеллировал очень многими и терминами и ударениями да он нагрузку смысловую большой давал а